Узбекистан. Чем знаменита эта страна? Расположением на шелковом пути, архитектурой, национальной кухней? Или же эпохой Каримова, славящейся своей диктатурой, полицаключенными, отсутствием свободы слова, принудительным трудом. В последние полтора-два года сделана громадная работа именно в области прав человека. Любые изменения в этой стране несут исключительно косметический характер. Каким бы ни был имидж страны за рубежом, Узбекистан решил изменить его в лучшую сторону. Лозунг нового президента Шавката Мирзиёева «Узбекистан открыт миру». У BBC не было постоянного корреспондента в Узбекистане в 2005 году. За это время мы даже освещали больше из Северной Кореи. Теперь узбекские власти хотят заманить сюда больше западных туристов и инвесторов. И в связи с этим мы получили специальное приглашение. Мы прибыли в страну в составе делегаций британских журналистов. В аэропорту нам дают понять, насколько значим наш приезд в Узбекистан. Нам обещают показать самое лучшее в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. Но при этом нам дают понять, что мы здесь, чтобы освещать только тему потенциала массового туризма в стране. Наш первый город – столица, Ташкент, со всей его многоликостью. От мусульманских мотивов, как в ансамбле «Хаст Имам», где хранится одна из самых древних копий Корана, до советского наследия, которое особенно видно под землей. Как вы видите, Ташкентское метро в смысле похоже на московское. Есть такая серость и брутальная красота. Но есть и экзотичность восточная. Вот там. Каждая станция красивая предыдущей. Нам говорят, что мы первые зарубежные журналисты, которым разрешили снимать в метро. О советских временах напоминает и рынок Чорсу, по меньшей мере своей архитектурой. Здесь и сухофрукты, и мясо, и узбекские лепешки, и самые смелые пекеры в мире. Свержение бывает. Конечно, на рынке продукты продаются за наличные. Но я заметил, что туристам в Узбекистане, в принципе, приходится перестраиваться на жизнь без карточки. Их мало где принимают. А учитывая, что самая крупная купюра сумм, 50 тысяч, это около 6 долларов, то можно догадаться, что, чтобы расплатиться за дорогой ужин, надо иметь с собой примерно ведро денег. К слову о валюте. Насколько туризм, в принципе, может помочь экономике страны? Узбекистан на сегодняшний день переживает экономический бум в самом классическом смысле. Узбекистан имеет очень большие возможности и потенциал в туризме. Индустрия находится в процессе реформирования. Мы видим очень много иностранных компаний, которые также приходят сюда. Франчайзинг начинает иметь достаточно большой эффект, начиная с публичных Wi-Fi в парках и заканчивая первой KFC. Второй день в Ташкенте. На улице прохладно и лед, как из ведра. Самое время для плова. Миркамиль работает в центре плова ашпазом, плововаром. Уже 21 год. Мы сварим в этом казане около 400 килограммов праздничного плова. А дома вы готовите? Дома не готова. Не надо. Здесь хватает. Все, кроме плова, да? Новый день, новый город. Сегодня нас ждет Шелковый путь и древний город-музей Бухара. С его многочисленными архитектурными памятниками. В обязательной части программы – посещение старой части города, весь центр которого – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Видно, как туризм здесь набирает обороты. Два с половиной миллиона туристов посетили Узбекистан в 2017 году. Это на четверть больше, чем в 2016. Такова официальная статистика. По-прежнему большинство приезжих – граждане соседних стран. Но если посмотреть на данные более пристально, то видно, что количество туристов, например, из всех стран Америки за год выросло аж на 50%. Хотя сама цифра не столь велика – всего 10 тысяч человек. Количество туристов, приезжающих в Бухару, растет из года в год. С ними растет и количество гостиниц. За последние 10 лет их стало в три раза больше. И, как вы видите, эта тенденция только продолжается. Чтобы справиться с новым потоком туристов из более далеких стран, по всему Узбекистану сейчас строится около 300 новых гостиниц. Местные предприниматели заманивают туристов древними зданиями и традициями. Но с достопримечательностями пока есть несуразности. Например, помещение древнейшей мечети Средней Азии с 11-ти вековой историей оттана под музей ковров. И при том не самые впечатляющие. Семья Нарзулаевых не упустила возможность привлечь туристов. Окей, что я делаю? Прошайте, вот вырабатывай. Тут не так легко, как кажется. Ну, как вы видите, неровненькая, но моя. Мужчины здесь занимаются керамикой, а женщины – вышивкой. Говорят, что цвет краски, полученный из растения усма, который, кстати, женщины красят не только шелк, но и брови, зависит от настроения мастера. Сегодня, кажется, цвет настроения бирюзовый. На стене мастерской несколько фотографий. Замечаю, что я не первый британец, побывавший здесь. А на другой фотографии – излам Каримов. Мне рассказывают, что раньше в стране везде висел портрет покойного президента-диктатора. Больше такого нет. Но тяжелое наследие Каримова, по словам правозащитников, продолжает жить. С дороги видны бесконечные поля белого золота. Если туризм для Узбекистана – это светлое будущее, то хлопок – это его грязное прошлое. Мы видим людей, собирающих хлопок, но, несмотря на просьбу, наш автобус не останавливается. И поговорить с ними мы не можем. По словам активистов, многие люди, собирающие хлопок, делают это не по своей воле. В 2017 году организация Human Rights Watch заявила, что власти принудили более миллиона бюджетников собирать хлопок. Пока мы были в Ташкенте, нам удалось встретиться с Тимуром Карповым – фотожурналистом и правозащитником. Он говорит, что практика принудительного труда используется по сей день. Ничего не меняется. Все то же самое. Вы знаете, когда я только начал, это был первый год, когда не было детей на хлопковых полях. Это был 2015 год. И это заслуга всех моих коллег, наших коллег и правозащитников, которые все эти годы бились за это. Но другая проблема – учителей-то нет все равно. То есть дети по-любому страдают? Дети по-любому страдают. И учителя либо по утрам, либо работают до школы, либо они берут отпуск на время хлопкового сезона. Ну, то есть выходные они обязательно все, конечно же. И врачи, и учителя, они по-прежнему по выходным. Они же все советские люди. Они же все коммунисты. Они привыкли вот так вот работать, как они работали в советское время. Так они и продолжают работать. Зачем им что-то менять? И даже если они что-то делают, чтобы показать западным инвесторам, да, или любым азиатским инвесторам, не важно, показать, что вот у нас какие-то проблемы, они делают для них же такие же потенкинские деревни. По словам Тимура, эти кадры были сделаны в октябре этого года. И среди сборщиков – бюджетники. BBC это подтвердить не может. А что отвечают власти на эти обвинения? Президент четко обозначил права человека в первую очередь. И какой бы вы государственным деятелем не были, если вы не будете соблюдать права человека, то тогда вам придется уйти, и вы не будете в моей команде. Правозащитники здесь говорят, что предыдущий труд продолжается. Это правда или нет? Местные власти привыкли к определенному методу работы. И они стараются все-таки дальше продолжать. Но, как вы сказали, учителя, если были, вот мы в очень близких отношениях со многими тут министрами, включая министр народного образования, он даже специальный веб-сайт создал для того, чтобы учителя могли жаловаться прямиком на нему, и принимаются меры. Но наш автобус быстро проезжает мимо полей, и проверить эти утверждения сами мы не можем. Последний город нашего турне – Самарканд. Жемчужина Узбекистана и своеобразный перекресток западной и восточной культуры на Шелковом пути. Площадь Регистан, мягкая дла туристов и, как выяснилось, невест. Узбекистане надеются, что новые прямые рейсы, упрощенные электронные визы и улучшенная инфраструктура, как этот скоростной поезд, привлечет в страну больший поток международных туристов. Несомненно, у Узбекистана есть потенциал для того, чтобы стать удачным международным туристическим направлением. Да, есть некоторые легко решаемые моменты. Например, приезжающему во многих местах невозможно расплатиться банковской карточкой. Но пока не ясно, станет ли проблемой в принятии решения приехать сюда в положение прав человека и демократии. В почти нижнем месте в мире можно поговорить о политике, о праве человечества. В моем мнении, что-то, как путешествия, могут быть мощность для хорошего и создать изменения позитивным, если они способны практиковать. Путешественники приезжают сюда, встречаются с местными людьми, понимают больше о том, что это пространство. Узбекистан — удивительная страна, полная история культуры и гостеприимных людей. Но видели ли мы настоящий Узбекистан и увидят ли его туристы?